О том, что детям-сиротам после выпуска из казенного учреждения довольно-таки сложно социализироваться в обществе, говорят не один десяток лет. Профессора и педагоги пишут на данную тему научной работы и защищают диссертации. Сегодня в детском доме «Радуга» прошла региональная научно-практическая конференция для педагогических работников детских учреждений, темой которой также стала социализация детей-сирот и инновационные подходы к ее обеспечению. Сегодня в детском доме «Радуга» по-необычному многолюдно. Сюда съехалось больше полусотни человек со всей области. Это участники регионального проекта «Добровольцы», представители органов власти и педагогическая общественность. Повод довольно весомый – региональная научно-практическая конференция. Ее цель, говоря уже не научным языком, обсудить то, каким образом помочь детям-сиротам социализироваться в обществе, научить жить вне детского дома. Ведь не секрет, что в стенах казенного учреждения жизнь одна, расписанная по часам. Здесь едят, что дают, одеваются тоже в то, что дают. А вот когда ребята выпускаются, им бывает довольно тяжело перестроиться в мире, где ничего не дают просто так, где все нужно зарабатывать собственным трудом. Для этого и была разработана региональная программа «Добровольцы». Ее суть в том, чтобы ввести ребят в социальную среду. Детский дом «Радуга» участвует в данной программе всего два года. Но уже, по словам директора Светланы Густавой, видны позитивные изменения в личностном росте детей. Почему мы взяли за основу воспитательной работы именно этот проект? Потому что дети ищут союзников, друзей в лице взрослых. А взрослые – это волонтеры-студенты. Детям по психологическим особенностям очень интересно само общение со студентами, а тем более планирование деятельности по волонтерскому движению. Поэтому делаются вместные акции, оказывают помощь, проводят вместе праздники, вместе отдыхают. С нами очень хорошо работают студенты ЮРГУ, а в этом году и ЧелГУ к нам присоединились. Татьяна Кашина – командир студенческого педагогического отряда «Калибри». Они помогают ребятам из детского дома уже два года. Сначала ходили в семью, с девочками общались, проводили для них мастер-классы, просто общение, гуляли, чему-то их обучали, может, они нас чему-то обучали. Спустя год появился в нашей жизни такой проект под названием «Добровольцы». И теперь совместно с детьми мы реализовываем разные акции. Помогаем в доме престарелых, также в Новый год развозим подарки для детей-инвалидов, переодеваемся в Дед Мороза и Снегурочку. Также участвуем в различных областных конкурсах. Ребятам такое общение очень нравится. Они с нетерпением ждут в гости своих друзей-волонтеров, любят их и берут с них пример. Валентина Доморадская, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.